всем привет ребятушки с вами снова дядя Вова и я сегодня развлекаюсь со звуком опять решил устроить небольшой тестик вот смотрите видите вот это вот такая странная конструкция ну то есть тренога это от лампы и вот на конце этой треноги примотал просто проводом да висит микрофон это микрофон б-800 классный микрофон я иногда в него озвучку видеоролики довольно таки приятный голос получается ну как бы в данный момент он выступает в качестве источника записи источника записи с вот где они с акустики с 50 доработанной мною может быть вы видели уже у меня был такой видеоролик вон там внизу где-то стоит до сабвуфер к каждой колонке я подключил по одному сабвуферу и кое-что еще доделал пару дней назад сейчас я вам об этом расскажу мы послушаем как это звучит без саба с сабом к сожалению не будет возможности сравнить тот звук который был до этого ну поверьте разница будет заметно в любом случае да то что сейчас стоит это я выставил проверил на запись как это оцифровывается с помощью микрофона более-менее чтобы адекватно передавался звук к сожалению все равно звук с микрофона идет не такой как я слышу ушами но и вверх вниз право-лево микрофон пробу ну короче более-менее настроил по крайней мере в таком положении он четко регистрирует низы верхи что-то я имею виду немножко врут по факту их больше в два раза ну у него этот микрофон не знаю давайте сейчас поближе подойдем колонкам не расскажу что же я с ним сделал и так запись будет производиться на компьютер с помощью программы а удасти до музыка которая ну там ведь медиаплеер в углу ну это просто из бесплатной библиотеки ютубовской то есть чтобы не нарушать авторские права скажем так и кстати выбрал эту мелодию по одной простой причине ну просто мне хорошо слышно там пианинка играет басы циклит высоких отдела то есть для теста то что я задумал этого будет достаточно вы поняли чтобы микрофон записал так вот смотрите начну с того что же я сделал за последние несколько дней именно с этими колонками ну как я к ним присобачил вот этот вот сабвуфер вы видели да он таки данный момент сабвуфер отключен то есть в тесте будет без сабов звук там тоже самое отключил ну и соответственно потом подсоединяю эту мелодию проигрываю ну вы это всем слышите так вот смотрите несколько дней назад я решил разобрать колонки потому что ну в какой-то из моментов я запускал различные тесты и уловил что на частоте ниже 50 герц вот где-то заводилась прям блин какой-то резонанс происходил у меня до этого было наполнено ватой ну то есть вот вот колонки да сколько здесь сантиметров 10 грубо грят до динамика снизу синтапон синтапон и вата обычно то есть просто слоем лежала я посмотрелся в ютубе умных людей которые занимаются реставрацией там модернизация акустики и соответственно они там по всяким схемам рассказывать то есть когда динамик не вот это низкочастотный он типа там туда-сюда ходит у него за диффузор бла-бла-бла возникает какая-то стоячая волна отражается от задней стенки ну короче суть в чем нужно было напихать между динамиком и между стенкой то есть по центру поглотители звука синтапон ванта что-то такое это я сделал но 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 вот кусочек у меня остался синтапона у меня не было какой-то специальный покупать материал да для поглощения вот этих звуковых волн мне было лень я просто порылся нашел у себя курточку мою детскую вы не поверите вот этой штуке 40 лет 40 мать его нет куртка там еще такая этикетка она где-то в одной из колонок осталось там ну кусок вот такой ткани типа там чуть ли не фабрика большевичка я я не помню ну короче это была моя детская куртка которую я носил когда мне было там лет семь восемь капец я значит него содрал верхнюю часть это кусок капюшона остался который то не вошел ну это неважно суть вот в чем вот такой материал колонка получается я прикрыл вниз то есть вот там вата 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 да потом идет вот такой материал он поднимается по стенам до уровня среднечастотного динамика но при этом не перекрывает вот здесь вот если присмотреться не видно честно камеру там фазоинверторы до воздух выходит то есть вот таким материалом закрыто все полностью низ бака подходит к верху и при этом этот материал прилегает к стене а на той как раз задней стене находятся электронные компоненты конденсаторы и катушки и прочее так вот получилось так что когда я все это набил вот этот материал оказался ровно посередине колонки ну то есть вот там да какая-то часть электроники что то есть как раз то что мне было нужно это сказал то есть поглотитель звука ровно по центру между динамиком и задней стенкой это дало очень приятный эффект ну то есть само по себе просто приятнее басы стали никаких левых искажений когда я громко врубаю там на низких частотах они исчезли дальше что я подумал раз там разобрался значит что еще сделал динамик естественно снимал с обратной стороны динамика он у меня ну поправил как было изначально завода там был значит поролончик он давно сгнил просто динамик был прикручен к корпусу деревянным да так вот я взял шумку автомобиль на знаете такая черная хрень мягенькая просто вырезал тоненькую полосочку по кругу с обратной стороны динамика динамика воткнул ну то есть чтобы исключить выход воздуха вообще чтоб никаких щирений ему далее вот эти короба нет ни короба эти накладки да вот из двух частей со стать верхняя и нижняя когда снимал здесь тоже по правилам должен быть поролон проложен везде он давно сгнил у меня его не было соответственно также шумочкой проклеил это исключило но вот даже когда я так бахаю нет отзвука вибрацию убирает поняли да то есть вот сейчас покажу можно здесь видишь такая что не до конца прилегает в некоторых местах чуть-чуть вот 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 видно видим там сверху чуть-чуть ну короче вы поняли проклеена все по кругу динамики приклеены это приклеен воздух если выходит то только отсюда короче бас стал лучше мягче приятнее вот эта штука моя детская куртка помогла в этом и мне не пришлось соответственно покупать никаких специальных там материалов типа синтепон еще каких-то не важно ладно что-то я заболтался давайте вы поняли сейчас значит запускаю без сабвуфера как вы поняли компьютер все это будет оцифровывать через вот такой вот микрофончик ну в плане низких частот он нормально его выставил здесь расстояние где-то пола сантиметров 50-60 типа на уровне средней частоты динамика но при этом не захватывает с верхами этот микрофон будет врать поэтому то что вы услышите немножко на слух лучше звучит чем вы это слышали но не важно суть эксперимента в том чтобы вам продемонстрировать как изменяются низкие частоты просто колонки и колонки плюс сабвуферные да вот эти вот которые внизу стоят они по 50 ватт каждый сразу скажу если верить графикам которые пытался провести ну с помощью микрофона в районе где-то 50 герц на несколько дибил поднимается уровень низких часов ну на слух это точно вы сейчас услышите все давайте где мне здесь штатив камеру закрепляю штативе и мы продолжаем так поехали сейчас звук без сабвуфера просто колонки играют а 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 Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас подсоединяю саб, еще раз слушаем то же самое Субтитры создавал DimaTorzok Так, готово, готово, все Сейчас смонтирую видосик и вы это все дело увидите и услышите На высокие что-то сильно не обращаем внимания Потому что этот микрофончик, он не так их записывает, как я их слышу ушами По факту больше А вот с басами он справляется Хорошо 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому